Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Козынцева. Ростов-Великий относится к числу самых древних и знаменитых городов нашего Отечества. В старейшей русской летописи повести временных лет он упомянут под 862 годом. И поскольку это первое летописное упоминание принято считать временем основания города, то в этом году Ростов-Великий отмечает свой 1153 день рождения. На протяжении столетий сюда никогда не иссякал поток паломников разных рангов и званий. На поклонение ростовским святыням побывали многие великие князья и цари, представители знатных российских родов. В наши дни, когда возрождаются традиции паломничества по святым местам, в Ростов с каждым годом приезжает все большее число людей. Для тех, кто еще не смог побывать в этом древнем городе или только собирается совершить путешествие на святую ростовскую землю, Спасо-Яковлевский Дмитриев Монастырь совместно с издательством «Паломник» выпустил книгу «Путеводитель», которая называется «Ростов-Великий. Свидения и достопримечательности». Об этой книге и пойдет далее наш рассказ. Как отмечают издатели, в настоящее время данная книга представляет собой наиболее полный путеводитель по Ростову-Великому. В него вошло описание всех основных достопримечательностей и святых мест этого древнерусского города, сыгравшего выдающуюся роль в истории нашей страны. Авторская экскурсия знакомит с уникальной архитектурой исторического центра России, рассказывает о святых подвижниках и тех людях, жизнь которых явилась примером устремленности к идеалам иного, неземного мира. Среди них известные ростовские купцы, своим вдохновленностью и средствами спасшие от исчезновения архитектурные памятники города, а также представители русских аристократических фамилий Романовых, Шереметьевых, Орловых. Для воссоздания обаяния дореволюционного Ростова авторы книги использовали старые названия улиц Малояковлевская, Покровская, Заровская, Большая Никольская. В первой главе, которая называется «Ты свыше, град святой благословен», авторы книги рассказывают историю Ростова в целом. Как говорится в этой главе, городу предшествовало небольшое поселение финно-угорского племени Меря, жившего в древности на этих территориях. Это определило насыщенность ростовских окрестностей Мерянской топонимикой, дошедшей и до наших дней. С приходом в IX-X веках славян на поселение на берегу озера Нера выросла в крупный по тем временам город. Название его до сих пор представляет загадку. Ни одна из научных реконструкций не принята окончательно. Наиболее аргументированными выглядят версии о том, что в славянском корне «рост», послужившем основой для названия Ростов, скрыто указание на какую-то особенность, связанную с местной растительностью. Развивая эту гипотезу, некоторые ученые предлагают выводить название города от древнерусского прилагательного «ростовый» или «растовый», которое употреблялось в значении «самый удобный», «самый приятный». Согласно этому мнению, Ростов — это город, возникший в самом удобном, благоприятном месте, где все хорошо растет. Это объяснение соответствует действительности. Земли в приозерной зоне отличаются плодородием, вследствие чего Ростов считается одним из исторических центров огородничества в России. О том, какую роль город сыграл в истории нашей страны, авторы пишут следующее. В период становления древнерусского государства он был крупнейшим оплотом Северо-Восточной Руси, территории, ставшей ядром современной России. Именно на этих землях формировалась русская государственность и самобытность, язык, менталитет, культура. В разное время ростовскими князьями были выдающиеся личности Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Мстислав Великий, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большой Гнездо. Долгое время Ростов входил в уделы князей киевских, переяславских, черниговских, владимирских. В 1207 году он стал столицей самостоятельного княжества. Это было в период правления князя Константина Всеволодовича, прозванного историками Мудрым. На некоторое время он стал великим князем, то есть главным среди русских князей. При нем в состав ростовского княжества входили Ярославль, Углич, Малога, Белоозеро, Устюг. В это время Ростов переживал небывалый экономический и культурный подъем. По численности населения и величине территории он уступал лишь Киеву и Новгороду. В городе существовали княжеские и епископские дворы, большой торг, более 15 храмов, несколько монастырей. В одном из них, Григорьевском затворе, монахи славились особой ученостью. Здесь составлялись, переписывались и переводились книги с греческого на славянский язык. Летописью упоминают, что князю Константину служили известные богатыри. Один из них, Александр Попович, бывший по преданию сыном священника Ростовского Успенского собора, стал прототипом былинного героя Алеши Поповича. Однако, как повествуют авторы, со смертью князя Константина Всеволодовича в 1219 году начался процесс дробления ростовского княжества. Это привело к тому, что в 1-3-14 века даже сам город Ростов был поделен на некие две половины – Среченскую и Борисоглебскую, в каждой из которых был свой князь. В это же время происходит постепенный процесс вхождения в московский удел ростовских земель, завершившийся в 1474 году, когда великий князь Иван III купил у последних ростовских князей, остававшегося в их владении часть княжества. Так, к концу XV столетия Ростов потерял политическую самостоятельность, став одним из городов, подчиненных Москве. Среди событий XVI века особенно памятными для народа стали посещение царя Иоанна Грозного, неоднократно бывавшего в Ростове на Богомолье. По его повелению в городе возводился ряд каменных храмов. Два из них – Богоявленский собор Авраамиева монастыря и Церковь Вознесения на Валах и поныне украшают этот город. В начале XVII столетия из-за династического кризиса русское государство переживало смуту. Боярское правительство готово было присягнуть польскому королевичу. По стране расползлись отряды польско-литовских интервентов. Осенью 1608 года в Ростове собралось ополчение, состоявшее из добровольцев соседних городов, население которых отказалось присягать Лжедмитрию II и решилось дать отпор чужеземным захватчикам. Ростов героически сопротивлялся, но был сожжен и разграблен. Однако, пережив смутное время, город стал оправляться от потрясений. Для его укрепления вокруг центральной части города была насыпана земляная крепость. Эти валы, возведенные в 1630-х годах, сохранились до наших дней. На этом, по словам авторов, яркие события гражданской истории Ростова, пожалуй, и заканчиваются. И не было бы у него столь великой славы, если бы не его церковная история. На протяжении восьми столетий город являлся центром обширной епархии, что обусловило его насыщенность христианскими памятниками и святынями. В Ростове жили и подвязались великие святые, освящавшие эту землю своими молитвами и ходатайствовавшие за ее жителей перед Богом. Со времени крещения и на протяжении всех важнейших событий своей истории ростовцы имели перед глазами примеры высокой духовной жизни. Ростов стал местом рождения, служения и подвигов пятидесяти шести святых, двадцати шести святителей, тринадцати преподобных, двух мучеников, пяти благоверных князей, семи блаженных, трех новомучеников и исповедников. До 1917 года в Ростове было двадцать два приходских храма, пять монастырей, еще две обители в ближайших окрестностях. В настоящее время количество церквей и обителей скромнее, еще не все они восстановлены. Об этих храмах и о многих других памятных и святых местах древнерусского города, о святых, подвязавшихся здесь, и рассказывает это издание. Эта книга, по словам издателей, рассчитана на тех, кто приезжает в Ростов для поклонения его прославленным святым и чудотворным иконам, на всех, кто интересуется историей и культурой своей страны. Неповторимый ансамбль ростовского Кремля, уникальные звоны, многочисленный собор угодников Божиих, большое количество монастырей и храмов, хранящих чудотворные иконы и мощи святых, глубокая история, насыщенная яркими и значительными событиями, выделяют Ростов из ряда других русских городов. Авторы книги желают гостям древнего города суметь открыть для себя его мир, а за стенами и камнями разглядеть величие тех людей, которые их созидали и одухотворяли. Вся экскурсия, по словам издателей, рассчитана на знакомство с городом в течение одного дня. Но если вы хотите погрузиться в атмосферу старины и истории, то лучше растянуть чтение книги на несколько дней. Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Время нашей программы подошло к концу. Но напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках. Мне остаётся только пожелать вам приятного и полезного чтения. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok